В древнем Китае было немало людей, обладавших сверхспособностями, которые видели различных живых существ в других пространствах и контактировали с ними, о чем есть немало записей. Дзи Сяулан, известный ученый и поэт династии Цин, с детства обладал сверхъестественными способностями. Его называли чудо-ребенком, так как он, например, мог видеть ночью, как днем. Повзрослев, он сохранил способность видеть своим небесным оком. Ниже приводится одна из историй, описанных в книге Дзи Сяулана. Однажды ночью мимо храма проходил один ученый. Хотя ворота были закрыты, но он увидел, как из храма кто-то вышел. Инстинктивно он понял, что встретился с духом. Он поклонился духу, назвав его благородным мудрецом. Дух подошел к нему, попросил не кланяться и сказал, что он не благородный мудрец, а хранитель зеркала правой платформы, и пришел сюда, чтобы доставить документ. Ученый спросил, какое зеркало вы охраняете? Неужто это то самое зеркало кармы, о котором часто говорят люди? Дух ответил, не совсем так, это зеркало души. Он пояснил, зеркало кармы показывает хорошие или плохие поступки, которые совершили люди, но оно не может увидеть и отразить то, что происходит в сердцах людей. Например, тонкие чувства, за которыми могут скрываться многие тайные намерения. Некоторые люди с виду могут показаться очень добрыми и красивыми, но в глубоковых сердцах есть злые помыслы. Это скрытое зло в их сердцах зеркало кармы не видит. Далее он продолжил. Со времен династии Сун, 960-1279 годы, мораль общества начала быстрыми темпами катиться вниз. Многие причины морального разложения людей остались глубоко и искусно скрыты. Некоторые люди всю жизнь совершали плохие поступки, но в итоге они смогли это скрыть, и все это сошло им с рук. Поэтому боги решили переместить зеркало кармы на левую платформу, чтобы с его помощью выявлять злодеев по их поступкам, а на правую платформу они установили зеркало души, чтобы выявлять лицемеров. Когда два зеркала работают вместе, проявления людей раскрываются в полной мере. Есть люди откровенно злые, их сердца абсолютно черные, кривые, как крючки, грязные, лживые, изворотливые, хитрые и скользкие, жестокие и свирепые. Такие люди не останавливаются ни перед чем, чтобы получить личные выгоды, например, повышение по службе. Причем зачастую они наносят большой ущерб другим. Есть также похотливые люди с полностью извращенной психикой, которые тайно мечтают о различных извращениях. Однако, когда вы смотрите на них на поверхности, они кажутся пристойными и даже возвышенными. Из тысяч человек трудно найти одного с сердцем чистым, как кристалл. Моя работа состоит в том, чтобы через зеркало наблюдать и вести записи о том, что происходит в сердцах людей. Каждые три месяца я должен приходить сюда с докладом к Богу горы Тай. На основе этих записей будет определяться дальнейшая судьба людей. Чем выше социальный статус человека, тем выше требования к его душевной чистоте. Для тех, кто в сердце скрывает злые и нехорошие намерения, наказание более суровое. Запомните, человек должен быть честным и искренним. Никакое тайное зло не скроется от моего зеркала, а попытка сделать это только повлечет еще более суровое наказание. Ученый почтительно поклонился духу и сказал, «Я буду помнить об этом. Спасибо». Субтитры создавал DimaTorzok